Костян, Костян, ты же видео хотел заснять? Костян? А? Моё почтение, дамы и господа, с вами Костярин. У нас сегодня на обзорчике вот такое устройство, которое под каждым комментарием вы пишите «Сделай обзор на Charon Baby Plus», «Сделай обзор на Charon Baby Plus». Я уже устал от ваших комментариев, ребята. Ну вот, решил сходить купить это устройство. И забегая вперёд, кто не будет дальше смотреть видео, я скажу, я честно не рекомендую это устройство. А давайте начнём по порядку, как и обычно. Как всегда, с комплектации начнём мы с вами. Вот она, кабель, само устройство с предустановленным картриджем, точнее, испарителем. И коробка. Всё, больше ничего, уныленько-уныленько. Если сравнивать с тем же Charon Baby, то нет верёвочки, нет дополнительного испарителя. А вы помните, какая там была подвесочка? Прям шик и блеск. А здесь вообще очень сэкономили на всём. И при этом цена на это устройство выше. Ладненько. С комплектацией разобрались. Давайте перейдём непосредственно к самому устройству. Посмотрите на внешний вид, если вы ещё не видели. Вот такое вот. Ну, точная копия Charon Baby, просто в увеличенном формате. Главной особенностью, как считает сама компания Смонд, являются сменные крышечки. Только в комплекте. Нету больше дополнительных. То есть вы будете их докупать сами. А вот теперь вопрос. Ответьте на него в комментариях. Если бы вы купили данное устройство, вы бы пошли покупать магазин? Вот эти вот две вставочки на магнитиках. Ну, они сами металлические. Магнитики у нас в самом устройстве за 700 рублей. То есть треть цены данного устройства. Я не знаю, на что рассчитывал Смонд. Наверное, на каких-то там школьников прямо отмороженных. Я лично вот купил устройство. Оно у меня есть. Конструкцию изменять мне не нужно. Мне главное, чтобы был картридж. Всё было чётко и всё работало. Так что вместо вот этой реализации на магнитиках я бы просто выбрал, чтобы в комплекте был хотя бы запасной испаритель. Почему? Я вам расскажу. Так, помимо особенностей от Чарнбэби, у нас сбоку появилась вырезка. Это сделано для того, чтобы поставить контроль воздухозаборника. Здесь у нас он регулируемый. А также у нас так вот устанавливается. И всё как бы чётенько. Магниты, к слову, стали крепче. Картридж вынуть стало сложнее. И также из плюсов могу отметить то, что он не протекает. Ну, по крайней мере, пока. На контактной площадке всё осталось неизменным. Это у нас прослоечка резиновая. Два контакта. Две контактные базы. Плюс-минус. И четыре магнита. У нас также осталась выемка под подвесочку. Ну, ребят, таскать такое устройство у себя на груди, это смерти подобно. Вес у него грамм 300. В спецификациях у нас не написано. Да, не написано. Но устройство реально стало очень тяжёлым. Чтобы вы понимали, оно по габаритам. Примерно как... Как манта I.O. Наверное, слышали о таком устройстве? При этом... Вот сравниваем его с V-Mate. И по весу, наверное, V-Mate раза в три легче. Что у нас по техническим данным здесь? Аккумулятор на 1000 мАч. Сказать, что много, это ничего не сказать. Да, это достаточно. Но при таких размерах можно было установить аккумулятор куда более. Сюда чуть ли не 18650 влазит, ребята. Заряжается всё это дело через Type-C, так же, как и обычный Charon Baby. Есть индикация заряда. Это у нас красная, синяя и белая лампочка. Наверное, всем известно, как это всё работает. Затяжка происходит при помощи датчика тяги. Хотя это решение спорное. При таких мощностях уже надо устанавливать только кнопочку, потому что датчик выходит быстро из строя. Смотрите, я говорил, что вместо вот этих панелек я бы установил дополнительный испаритель в комплекте и выбрал. Почему? Смотрите, у нас идёт на 0,4, на 0,6 и на 1,2 испарителя. То есть, все испарители от Santi подходят сюда. То есть, это у нас полностью картридж, можно сказать, Santi-вский, чуть-чуть видоизменён. И вот, у нас здесь предустановлен испарительный элемент на 0,6 Ом сопротивления RDL. С этим испарительным элементом устройство выдаёт от 18 до 25 Вт в зависимости от уровня заряда. Полностью заряжено устройство с этим испариком выдаст вам 25 Вт. Но есть койл на 0,4, при котором устройство может выдавать 35 Вт. Есть также МТЛ на 1,2, при котором он выдаёт от 7 до 12 Вт. То есть, большая вариативность здесь присутствует. Но при этом нам дали такой средненький вариант. А могли бы положить и МТЛ, и ДЛ. И чтобы как раз мог пользователь полностью насладиться и полной МТЛ, и полностью ДЛ. Так что решение достаточно спорное, друзья. Я уверен, что мало людей, которые ходят, или такие, можешь мне МТЛ попробовать, возьму-ка для пробы. Как бы, что по устройству, по самому устройству, по вкусу, по пару. Честно сказать, друзья, устройство меня очень разочаровало. Ну, точно так же, как и Santi. Их испарики мне не нравятся. Я сначала залил 40 МГ. Ну да, 40 для такого устройства слишком много. Датчик, конечно, справляется быстро. Но при этом, смотрите. Не сказать, что много пары. Потом я залил 20. Ну, 20-ку более-менее можно парить на нём. Но, опять же, как обычный подик, тот же мой любимый V-Mate. Быстрая затяжка. Здесь таких быстрых затяг не получается делать. Очень мало пары. Хотя вкус присутствует. Но этот вкус посредственный. И у меня после этого хода комок в горле. Так что, друзья, кто хотел брать это устройство, я советую вам его попробовать. Потому что, мне кажется, Смон просто хайпует на имени легендарного Чарона классического. Сколько они уже над ним поиздевались. Они создали в новых расцветках этот Чарон. Потом выпустили Мистери Бокс. Теперь плюс-версия. Просто доталово выдавливают из этого устройства всё, что можно. И, как бы, ну, конечно же, выбор останется за вами. Подписывайтесь на нашу группу ВК, если хотите заказать это устройство с Алиэкспресс. Также будут внизу там ссылочки на Алиэкспресс. По хорошим ценам. Приобретайте, если, конечно, вам оно нужно. Но ценник на него от 1800 рублей до 2500. Мне кажется, цена просто космос за такое устройство. Лучше пойти ту же Манту взять, Аегис Нано. Да много устройств, честно говоря. И это устройство пусть останется для школьников, которые будут со своими одноклассниками обмениваться вот этими панельками и делать кастомы. Мне кажется, такой вот. А, кстати, в начале видоса показал. Единственное, как бы, плюс это спиннер. Вот, можно посидеть, позалипать. Ну, не более того. Итак, друзья, вот такой вот у нас обзорчик получился. Подпишись на канал, ставь обязательно лайк вверх. С вами был Косярин. И до скорого.